Здравствуйте, дорогие студенты! Я преподаватель русского языка Адылова Мухаббат Азадовна, терминского филиала Ташкентского государственного аграрного университета. Сегодняшняя наша тема – выражение временных отношений, выраженных депричастием и депричастным оборотом. Лексическая тема – выбор профессии. Каждый человек выбирает себе профессию. Что такое профессия? Профессия – это род занятия определенной формы трудовой деятельности. Специальность – это отдельная отрасль науки, техники, производства, в которой человек работает. Люди одной профессии могут иметь разные специальности. Человек, имеющий профессию в строителе, по специальности может быть бетонщиком, арматурщиком, сварщиком, каменщиком. Современный список профессий содержит около 40 тысяч названий. Главным признаком профессии выделяет предмет труда, то есть то, чем работает человек. Поэтому признаку профессии делится на пять групп. Первое – человек и природа. К этой группе относятся все профессии, связанные с природой. Это кто? Биологи, агрономы, цветоводы, экологи, геологи, гидрологи. Второе – человек техника. К этой группе относятся профессии, предметом труда которой является техника. Это токарь, шофер, машинист. Человек – человек. К ней относятся профессии, связанные с общением людей, например, врач, учитель, воспитатель, тренер. Четвертый человек – знаковая система. Это профессия, в которой человек имеет дело со знаками. Это кто? Бухгалтера, математики. Пятый человек – художественный образ. Эта группа объединяет людей, создающие эстетические ценности. Это музыканты, резчик, поганчо, писатели, маляр и другие. Всегда помните, что любая профессия важна, все профессии нужны. Все профессии важны. Например, очень многое, о котором мы сказали, есть профессии. Профессии учителя. Учитель что делает? Учит детей. Музыкант – профессия музыканта. Повар. Повар что делает? Приготовит нам вкусные еды. Космонавт – профессия. Врач. Врач что делает? Лечит больных. Правильно. Какие качества себе надо развивать, чтобы стать хорошим специалистом? Воспитанность, деликатность, тактичность, равновешенность, держанность, упорство, доброжелательность, благородство, великодушие и другие. Вот эти будете перевести на узбекский язык и выучите наизусть. Какие качества себе надо изживать? Неорганизованность, поверхность, безответственность, слабоволие, мелочность, лень, боязливость и другие. Хочу сказать, немножко хочу сказать, перевести на узбекский язык, чтобы вам было ясно. Продолжение следует... 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 Оденешься сразу. Кто шьёт нам красивые одежды? Вы будете отгадать. Отгадайте слово. Игра. Будем играть с вами. Название профессии. От этих букв вы найдете профессию. Тюрси. Тюрси. Давайте первое. Я немножко вам помогу. Юрист. Первое слово. Второе, третье, четвёртое, пятое. Вы сами найдёте эти слова профессии. Разгадайте ребусы. Это число три. И вычёркиваем, как будет тренер. Водолаз. Остальные сами найдёте. Ответьте на вопрос по тексту. Сколько профессий имеется сегодня? По какому признаку психологи разделили все профессии? Ответьте на вопрос. Сегодняшняя наша теоретическая часть выражения временных отношений, выраженных депричастным и депричастным оборотом. Депричастие совершенного вида образуется от глаголов прошедшего времени совершенного вида при помощи суффиксов в, щи, щи. Суффикс л. Мы знаем, что глагол прошедшего времени заменяется суффиксами в, в, щи. Окончить, окончил. Депричастие как образуется? Окончив с суффиксом в, окончив, щи. Это совершенный вида. Депричастие – это неспорякаемая глаголная форма, обозначающая добавочное действие, связанное с основным. Окончив бакалавр, я продолжу учебу в магистратуру. Когда я продолжу учебу в магистратуру? Окончив бакалавр. Депричастие отвечает на вопрос «Как? Когда? Почему? При каком условии?» Депричастие в предложении бывает обстоятельственным. Студент, окончив презентацию, подвел итог. Когда подвел студент итог, окончив презентацию? Депричастие бывает совершенно и совершенного вида. Познакомившиеся студенты разошлись по домам. Если суффикс в, ши – это совершенный вид. А если окончание «а», «я» – это несовершенный вид. Например, читая, играя – это несовершенный вид. Если суффикс в, ши – это совершенный вид. Депричастие несовершенного вида образуется от глаголов несовершенного вида, например, с суффиксами «я» или «а». Домашняя работа вам. Выполните задание первое. Образуйте от следующих глаголов «депричастие несовершенного». Я как сказала, «депричастие» образуется при помощи окончаниями «а» – «я». Контролировать. Как будет? Контролируя. Записывать. Записывая. Правильно. Анализировать. Анализируя. Вот так вы будете до конца довести это задание. Образуйте второе задание. Образуйте от следующих глаголов «депричастие несовершенного». Записать. Как будет? Образуется «в» – «щ» с суффиксами. Записать. Записавший. Получить. Получившись. Получив. Или. И другие. И на этом урок окончен. Вы составите, прочитаете текст и выполняете работы. На этом наш урок окончен. Оставайтесь дома. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...